В Кембрийских морях около полумиллиарда лет назад бесспорным властелином был Аномалакарис. Это был гигант своего времени, достигавший до одного метра в длину. Его внушительные хватательные придатки, похожие на гибкие клешни, были идеальным оружием для захвата добычи. Круглый рот с острыми пластинами без труда перемалывал панцири трилобитов и других беспозвоночных. Подкрадываясь к жертве и благодаря превосходному зрению, Аномалакарис резко бросался вперед, хватая беспомощную добычу своими могучими придатками, после чего безжалостно перемалывал ее твердые покровы. Этот древний хищник навсегда изменил правила выживания, превратив Кембрийский океан в место жестокой борьбы за жизнь и дав старт настоящей эволюционной гонке вооружений. Димитродон. Будучи одним из главных хищников раннепермского периода, охотился преимущественно на других обитателей прибрежных болот и водоемов того времени. Его добычей становились крупные земноводные, например, эрёпс, рыбы, такие как ксенокант, а также более мелкие или молодые особи, родственных ему пеликозавров, к примеру, эдафозавров. Благодаря мощным челюстям и острым зубам разной величины, димитродон мог эффективно атаковать и удерживать жертву, часто подстерегая ее у воды или на мелководье. Опобиния. Это один из самых необычных хищников Кембрийского периода. Существо размером не больше человеческой ладони, обладало пятью глазами и уникальным хватательным хоботком с цепкими клешнями на конце. Плавно перемещаясь на дном древних морей, Опобиния высматривала небольших беспозвоночных, спрятавшихся в иле. Заметив добычу, она молниеносно выбрасывала свой гибкий хоботок, цепка хватала жертву и быстро отправляла ее прямо в рот. Хурдия. Жестокий охотник Кембрийского периода и ближайший родственник знаменитого аномалокариса. Это существо, вооруженное массивным головным щитом и крепкими хватательными придатками, достигало размеров до 60 сантиметров. Благодаря острому зрению и мощным челюстям, Хурдия выслеживала крупных беспозвоночных, таких как трилобиты и морские черви. Хурдия была воплощением кембрийского ужаса. Это настоящий морской хищник, заставивший эволюцию двигаться вперед. Ксенузия. Удивительное и причудливое создание кембрийских морей, похожее одновременно на червя и членистоногая. Небольшое, около 5 сантиметров в длину, оно было покрыто острыми шипами, которые защищали от нападений и помогали удерживать мелких беспозвоночных. Ксенузия медленно двигалась по морскому дну, терпеливо высматривая добычу среди ила и водорослей. Заметив жертву, она внезапно бросалась вперед, хватая добычу своими цепкими конечностями и пронзая ее острыми шипами. Пейтоя. Странный дискообразный охотник древних кембрийских морей, напоминающий по форме плавающий ананас с острыми ротовыми придатками. Не превышая 15 сантиметров в длину, она медленно перемещалась в воде, высматривая мелкую добычу и планктон. Ее круглые радиально расположенные челюсти служили ловушкой для беспозвоночных, которые случайно попадали в зону ее охоты. Моментально захлопывая свои острые пластины, Пейтоя эффективно захватывала добычу, превращая мирный планктон в питательный обед. Эта кембрийская охотница идеально совмещала фильтрацию и активное хищничество. Трилобиты. Самые успешные и многочисленные существа кембрийского периода. Среди них были и настоящие охотники, такие как Алинойдис. Эти членистоногие обладали прочными панцирями, отличным зрением и цепкими конечностями, позволявшими стремительно настигать добычу. Они охотились на мелких червей, примитивных рачков и других беспозвоночных, быстро хватая их своими мощными передними лапами и перемалывая ротовыми придатками. Трилобиты не просто выживали, они доминировали в древних морях, задавая темп кембрийской гонке вооружений. Камера цирас. Гигантский морской хищник ордовикского периода. Настоящий властелин древних океанов, достигавший длины до 10 метров. Обладая огромной конусовидной раковиной и мощными щупальцами, он подстерегал добычу из засады. Его жертвами становились трилобиты, ранние головоногие и примитивные рыбы. Схватив добычу стремительным движением щупалец, Камера цирас легко дробил ее панцири своими острыми клювовидными челюстями, не оставляя жертвам никаких шансов. В ордовикских морях царила жестокая борьба за выживание. Орто цирас. Быстрый и проворный хищник с прямой заостренной раковиной. Использовал реактивное движение, стремительно догоняя мелких рыб и членистоногих, захватывая их цепкими щупальцами и разрывая острыми челюстями. Мегалограптус. Свирепый ракоскорпион. Таился в засаде на морском дне. Вооруженный длинными конечностями с острыми клешнями, он молниеносно хватал добычу трилобитов и других мелких существ, раздирая их прочные панцири. Изотелус. Гигантский трилобит. Был как хищником, так и падальщиком. Медленно перемещаясь по дну, он охотился на червей и мелких беспозвоночных, хватая их сильными передними конечностями и перемалывая мощными ротовыми органами. Эти ордовикские охотники определили правила древних морей и дали толчок развитию множества новых форм жизни. Силурийский период превратил океаны и первые земли планеты в арену для жестокой битвы за выживание. В этих древних водах обитал Птераспис. Это бронированная рыба, обладавшая мощным головным щитом и подвижным телом, идеально приспособленным к активной охоте. Он стремительно преследовал мелких морских беспозвоночных, засасывая добычу быстрым движением тела и защищаясь крепкой броней от других хищников. Настоящий ужас таился чуть выше по пищевой цепи. Эвриптериды, известные как ракоскорпионы, достигали гигантских размеров до двух с половиной метров. Их самый крупный представитель Птериготус, вооруженный мощными клешнями, безжалостно разрывал панцири трилобитов и захватывал ранних рыб, преследуя их в быстрой и беспощадной погоне. На суше начинал свой путь метровый гигантский скорпион по имени Бронтоскорпио. Его оружием были крепкие клешни и смертоносное ядовитое жало. Подстерегая добычу в засаде, Бронтоскорпио наносил точный укол, парализуя жертву за считанные мгновения, после чего спокойно приступал к трапезе. Между тем в воде среди кораллов и морских зарослей ловко охотилась Беркения. Небольшая бесчелюстная рыба, стремительно бросавшаяся на мелких беспозвоночных, захватывая их всасывающим движением и быстрыми рывками своего гибкого тела. Наконец, вооруженный шипами Клематиус патрулировал мелководье, где резкими выпадами поражал свою добычу мелких рыб и беспозвоночных. Его шипастое тело служило одновременно и защитой от крупных хищников и оружием нападения. Эти хищники правили силурийскими экосистемами, заставляя других существ приспосабливаться, эволюционировать и совершенствовать свои механизмы защиты. Их беспощадная охота сформировала мир, в котором победа достается самым сильным, быстрым и хитрым. В Дивонском океане, полным жизни и новых форм, вершину пищевой цепи прочно занял Дунтлиостей, супергигант, достигающий 9 метров. Его массивная голова была покрыта костяными бронепластинами, а вместо зубов острые, как бритва, костные пластины, смыкающиеся с чудовищной силой. Он атаковал с молниеносной скоростью, достаточно было одного укуса, чтобы раскрошить панцирь жертвы. Его добычей становились рыбы, моллюски и даже другие хищники. Он не щадил никого, даже сородичей. Рядом стремительно проносилась клада селах. Ранняя акула, лишенная чешуи, с обтекаемым телом и развитыми сенсорными органами. Ее охота была делом точности и скорости. Она настигала мелких рыб и кальмароподобных существ, резко бросаясь вперед и захватывая добычу острыми зубами. А за ней следовал ее странный родственник. Стетокант. Акула с причудливым антикрылом на спине. Он был медленнее, но хитрее, вероятно маскировался и охотился из засады, резко бросаясь на беспечных обитателей рифа. В прибрежных мелководьях скрывался пандирихтиис. Рыба с плоским телом и глазами смотрящими вверх. Он охотился на мелких рыб и водных беспозвоночных, подкрадываясь снизу и резко выстреливая к цели. Это был засадный охотник, идеально приспособленный к охоте в тени водорослей и коряк. А в пресных водоемах шел на охоту Яекутаптерус. Это гигантский рак-аскорпион длиной до двух с половиной метров. Он использовал свои клешни, чтобы хватать рыбу и других членистоногих, быстро разрывая их на части. Его хватка не оставляла шансов. На грани воды и суши охотились лопастеперые рыбы, эстеноптерон и текталик. Их мясистые плавники позволяли ползать по дну и даже частично выходить на сушу. Они подстерегали добычу в прибрежной грязи, червей, ракообразных и мелких рыб и резко атаковали, используя мощные челюсти. Эти хищники были не просто охотниками. Они стали мостом между жизнью в воде и завоеванием суши. Каменноугольный период. Это время, когда земля дышала влажным паром болот, а воздух был насыщен кислородом, словно готовился подпитывать гигантов. Среди густых лесов и темных прудов бродили странные пугающие хищники. Мегарахня, массивная членистоногая, с толстой броней и клешнями, скользила по дну водоемов. Несмотря на давнюю путаницу с пауками, это был водный ракоскорпион. Его стратегия охоты — терпеливая засада. Он зарывался в ил, пока не проходила добыча. Личинка, моллюск или мелкая рыба. С молниеносной точностью он атаковал, хватая жертву острыми придатками. На суше вальяжно ползала артерплевра. Колосс длиной более двух метров. Хотя в основном она питалась растительностью, в условиях недостатка пищи могла стать всеядной. Мягкотелые животные, личинки, яйца и остальная мелочь. Все это могло стать легкой добычей ее мощных челюстей. В мрачных зарослях она царила словно бронепоезд, не встречая равных. В воздухе со свистом разрезала небо меганевра. Это гигантская стрекоза с размахом крыльев до 70 сантиметров. Ее огромные глаза давали панорамный обзор, а лапы с шипами хватали добычу прямо в полете. Мелких насекомых, бабочек, пауков и даже молодых амфибий она ловилась хирургической точностью, превращая воздух в арену быстрой и беспощадной охоты. У берегов болот таился эриопс. Двухметровая хищная земноводная с мощными лапами и широкой пастью. Засев в прибрежной тине, он поджидал жертву. Рыбу, насекомое или мелкое животное, и хищник бросался стремительным рывком. Его зубы были остры и надежны. Одна хватка и добыча исчезала в глотке. И, наконец, в подлеске сновали первые рептилии и стегоцефалы, такие как геланомус. Их преимущество – это ловкость, скорость и острые зубы. Они охотились на все, что помещалось в рот. Жуки, черви, личинки. Быстро бегая по коре деревьев и среди листвы, они использовали зрение и инстинкт для точной атаки. Это была первая великая охота на суше. Начало эры наземных хищников. Пермский период стал временем, когда хищники окончательно вышли на сушу и взяли ее под контроль. А в более позднем Перме появился настоящий монстр. Иностранцевия – представитель горганопсов. До трех с половиной метров в длину с саблевидными клыками он был верховным хищником позднего Пермского периода. Он мог прокусить даже плотную шкуру крупных травоядных, таких как парейрозавры. Его охота была стремительной. Резкий бросок, мощный укус в горло, и жертва падала на землю без шансов на спасение. В расщелинах камней и среди подлеска скрывался пульмоноскорпион, гигантский скорпион длиной до 70 сантиметров. Он был ночным охотником, охотясь на насекомых, червей и даже мелких позвоночных. Его сильные клешни удерживали жертву, а ядовитое жало наносило смертельный удар. Засада была его главным оружием. Тем временем Сеймурия, переходная форма между амфибиями и рептилиями, охотилась как на суше, так и вблизи водоему. Она питалась насекомыми, мелкими ящерами и червями. Быстрая, гибкая, с острыми зубами, Сеймурия стремительно атаковала добычу, хватая ее с короткой дистанции. Среди более подвижных хищников выделялся варанопс. Длинный, ловкий охотник. Он мог бегать, карабкаться и активно преследовать добычу. Это были ящерицы, земноводные и молодняк других животных. Он охотился днем с отличным зрением и быстрыми реакциями. Так в пермском мире сформировались первые настоящие охотники суши, чьи потомки однажды станут зверями, динозаврами и нами. Посмотрели видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал прямо сейчас. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео от канала Реальное-Нереальное. Реальное-Нереальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова